Привет, друзья! Сегодня все переключили свое внимание на полет Нэнси Пелоси на Тайвань. Ставки этого маневра невероятно высоки и могут спровоцировать глобальный конфликт, чего, собственно, все и опасаются. Но женщину в розовом ничего не останавливало. Пелоси планировала попасть на остров еще ранее, в апреле, но тогда ее подкосил ковид. По прибытию Пелоси сделала заявление, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая, а является свидетельством поддержки тайваньской демократии. Такое заявление с точки зрения официального Пекина, если не тождественно признанию независимости острова, то точно к этому близко. Белый дом тут же поддержал, что визит спикера, палаты, представителей США, Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая. Хотя ранее тот же Белый дом и Пентагон отговаривали Пелоси от посещения Тайваня и отказались нести ответственность за ее поездку. Чиновники и сам Байден подчеркивали, что это было собственное решение Пелоси. И тем не менее госсекретарь США Плинкен заявляет, что если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность, ответственность будет полностью на Пекине. Отличный ход. Мы создаем напряжение несмотря на предупреждение, а ответственность дорогие на вас. По данным СМИ власти Тайваня пытались даже отозвать приглашение Пелоси на остров, из-за связанного с этим риском. Но американская леди настояла на поездке под предлогом того, чтобы совершить что-то историческое. Визит Пелоси на Тайвань преследует две цели. Первая — это поднять рейтинг демократов перед выборами в рейс. И вторая — не допустить переизбрания Си Цзиньпина на третий срок. Вполне возможно, что ее приезд заключается в том, чтобы организовать провокацию и так сказать зажечь остров. Своим прибытием на Тайвань Пелоси устанавливают высокие ставки в противостоянии с Китаем. Теперь представители Пентагона круглосуточно отслеживают любые передвижения китайцев в регионе и планируют защитить Пелоси в случае попытки атаки со стороны китайской армии. Пелоси встречается с президентом Тайваня в среду 3 августа и после чего, если все будет хорошо, вылетает с острова во второй половине дня по местному времени Тайвань. Учитывая, сколько гражданской авиации было в небе над Тайванем и воздушное пространство не закрывали до последнего, становилось все больше очевидным, что ничего не произойдет. А перед миром ломают комедию с кучей техники и межконтинентальными ракетами. В китайской провинции Фуцзянь слышны пролеты китайских истребителей в сторону Тайваня. КНР направили истребители Су-35 в Тайванский пролив. Тайванское телевидение сообщило о введении в стране второго уровня тревоги. Китайские истребители пересекают Тайванский пролив, летят в сторону Тайваня, как сообщает китайский телеканал. Истребители США, подняты с баз в Японии, тоже летят в сторону Тайваня. Китай закрывает для гражданских самолетов зону Тайванского пролива, а Тайвань снимает чехлы с зениток и ПВО. Интернет на острове зависает, идут кибератаки. Ну и, конечно же, последнее китайское предупреждение. Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности. Многие сразу же заговорили о том, что дракон не смог показать свои зубы США, а просто ломал комедию. Возможно и так, но просто для аналитики нужно понимать разницу соотношения армии Китая и Тайваня. В том числе официально декларируемая цель КНР – это возврат контроля над Тайванем, а не война с США. Следовательно, сбивать самолет с высокопоставленной американской чиновницей, провоцируя конфликт непосредственно с Вашингтоном, никто в Пекине не собирался. Она летела не как госпредставитель, Тайвань не был включен в официальный маршрут Пелоси, опубликованный в воскресенье. Там были заявлены встречи в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии. Сразу же после прилета Пелоси на Тайвань МИД КНР выразил решительный протест и заявил о том, что этот визит противоречит политике одного Китая. И теперь ускорение начала военной кампании по захвату Тайваня силами китайской армии и флота после визита Пелоси стало весьма вероятным. Официальные лица неоднократно за последние недели повторяли, что армия не будет сидеть сложа руки в случае этого визита. Как сообщалось, Народно-освободительная армия Китая уже приведена в повышенную боевую готовность в связи с визитом нашей леди на Тайвань. Было также заявлено, что армия Китая с 4 по 7 августа проведет учение в шести районах вокруг острова Тайвань. Но теперь Восточное военное командование КНР заявило о начале немедленных учений вокруг Тайвань. Мы будем проводить совместные военные операции вокруг острова Тайвань со 2 августа вечера по местному времени. Об этом говорится в заявлении командования. То есть речь может идти об угрозе фактической морской блокады острова. Также ВВС Китая начали учения по завоеванию господства в воздухе в районе Тайваня. Посол КНР в США Цуи Тянькай заявил, что ответ Китая на визит в Пелосин на Тайвань будет мощным и сильным. По его словам, визит Леди приведет к экскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона. Конфликт вокруг поездки Несси на Тайвань прокомментировал и лично председатель КНР Си Цзиньпинь. Визит в Пелосин на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании импералистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров. То есть, в целом, ситуация вокруг Тайваня будет накаляться и далее, а отношения между Китаем и США ухудшатся радикально. В ноябре пройдет пленум ЦК КПК, предшествующий 20-му съезду партии в 2022 году, который должен решить, останется ли Си Цзиньпинь на третий срок на посту Кинсека. Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничения по сроку для председателя КПК, поэтому формальных оснований для того, чтобы Си Цзиньпинь сохранил партийную должность нет. Возврат Тайваня – это ключевой пункт предвыборной программы Си Цзиньпина. Следовательно, если он стерпит плевок в лицо и попытки США признать независимость Тайваня, его шансы переизбраться существенно снизятся. Все это означает, что начало китайской военной кампании по взятию острова под контроль может произойти со дня на день. Не исключено, что она начнется сразу после отъезда Пелоси. Визит Пелоси на Тайвань сделал китайскую операцию по взятию острова практически неизбежной в обозримой перспективе. И если даже она не начнется на этой неделе, то, скорее всего, в течение следующих нескольких месяцев. На визит Нэнси Пелоси отреагировали в ООН и России. В офисе Генсека ООН заявили, что организации придерживаются политики одного Китая, не давая оценки действиям США. В МИД России заявили, что Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию. Германия же, например, заявила, что поможет Тайване в случае агрессии со стороны Китая. Мы не согласны с ситуацией, когда большой сосед нападает на маленького, нарушая при этом международное право. И это также касается Китая. Что ж, уже пора ожидать поставки оружия из Германии. Эта история может иметь прямые последствия и для Украины. После начала войны китайцы, хоть в риторике и повторяли в основном российские тезисы по ее причинам, но на практике скорее стремились соблюдать нейтралитет. То есть, по всему было видно, что Китай не настроена резко вписываться за Россией и рвать связи с США, с которыми Пекин по-прежнему связывает очень тесные торгово-экономические и финансовые отношения. Не было никаких признаков и того, что Китай поставляет России вооружение, например, беспилотники. Но теперь процесс может пойти в другую сторону. Усиление конфронтации с США будет толкать китайцев на фронтальное противостояние американцам, которое будет наращиваться постепенно. И одним из направлений как раз и может стать ситуация вокруг Украины. Как минимум, теперь точно не стоит ожидать присоединения Китай к антироссийским санкциям или к американскому проекту введения предельной цены на российскую нефть. А как максимум Китай может начать масштабные поставки необходимых России вооружений для войны в Украине. Плюс сегодня абсолютно все внимание было приковано к ситуации с Тайванем. Ранее я упоминала, что сейчас такого складывается ощущение, что США по Украине уже все. Да и не только США. Сегодня весь мир переключился и нет совершенно никакой гарантии, что если конфликт будет усугубляться, то переключится бесповоротно. Ну а мы, как всегда, продолжаем, наблюдая, друзья, анализируем и делимся информацией с вами. Оставайтесь теми, берегите друг друга, берегите себя, а мы еще увидимся.